Давно-давно, когда я изучала психологию, к нам пришла на консультацию девочка, ну так, до 20 лет примерно, и у неё запрос был анорексия. Она была худая, худая, как Бухенвальд. Просто Бухенвальд. Она уже обошла десятерых врачей, и вот ей посоветовали в конце психотерапию. Мы работали, то есть не мы, но группа и наш педагог через расстановку по Хеллингеру, по Берту Хеллингеру. И что выяснилось, что у неё погиб отец, и она покупала продукты, составляла их в холодильник, потом они благополучно портились, и она их выкидывала. И что же было вот толчком этой вот анорексии? Она оставляла эту еду своему отцу. Вы знаете, мои дорогие, на тот момент я подумала, что они обе ненормальные. И эта девочка с анорексией, и наш педагог. Я подумала, обеим надо пить таблетки, потому что как может наставлять еду человеку, которого больше нет. Но сейчас, когда я наливаю себе ароматный кофе, или ставлю перед собой тарелку еды, я начинаю думать, что ведь кто-то сейчас хочет или пить, или есть. А я тут шикую. Вот у меня такие мысли стали приходить. И я понимаю, что надо, конечно, их контролировать. Но эти мысли пришли ко мне вот сами. Сами припёрлись. Я их не ждала, не звала, не просила. И когда я вот смотрю, бывает на стакан даже воды. Вот бывает, не хочешь не есть и не пить, когда ты думаешь, что где-то там кто-то. А завтра, может быть, это будешь вообще ты. Вот это были мои такие мысли. Сейчас буду краситься краской, которую мне порекомендовала Алёнушка из Евли. Алёнушке привет. Не знаю, смотрит она или не смотрит. Очень хорошая краска эта Оля. Она мне подошла. 94 крона стоит, мои дорогие, в магазине. Крона на русские деньги 10 рублей. Я желаю всем хорошего-хорошего дня. С вами была ваша Александра из шведского города Малиньо. У нас уже весна, весна и тепло, тепло. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!